На этот раз обращения, рассмотренные губернатором на личном приёме, касались решения в основном социально важных вопросов. Вячеслав Владимирович, житель Засвияжского района, рассказал о плохом состоянии детской площадки в парке бывшего завода УЗТС. Председатель ТОС Богдан попросил помощи главы региона в решении вопроса с ремонтом детской площадки и благоустройством территории рядом с ней. В этом году, то есть там сейчас порсень, деревьев уже в рост, и скомфортный. За территорией нет надлежащего куста, то и ухаживание, да? Главное безопасность. Среди там уже, то есть кусты, в рост. Там уже сейчас опять начинают социальные личности осваивать эту территорию. Ответы на волнующие вопросы не заставляли себя долго ждать. На месте губернатор раздал поручения ответственным лицам по решению проблем. Завтра мы полностью территорию наводим, декоративную порцию, все вырезаем, сразу все вывозим. Там ветки, в том числе, есть, которые надо вывести. Территорию завтра приведем в порядок. В течение октября мы делаем мощное освещение там, для того, чтобы действительно... Но в нашлое время не было там каких-либо и распитий, и, соответственно, территорию просматривалось, чтобы можно было обслуживать. Вопрос по благоустройству города возник и у следующего обратившегося. Просьба Ольги Гоменюк была связана с обустройством подъездной дороги к местам захоронений на Северном кладбище Ульяновска. Алексей Русских прочил администрации города в течение недели завершить все дорожные работы. По подъездной дороге мы до конца этой недели дорогу обустроим. Но сразу обозначаю, что это будет неокончательный вариант благоустройства. Здесь у нас получится только с одной стороны сейчас сделать, с второй стороны мы пока не ограничиваем территорию. Она пока будет открытой. И как только поймем, в каких границах нам необходимо будет обустроить, уже на следующий год окончательно со всех сторон тоже дорожнение переделать. Связь держали по всем фронтам. Проблемы и вопросы жителей районов области до губернатора дошли по видеосвязи. От лица поселковой общественности Татьяна Саранцева обратилась с просьбой установить дорожные знаки возле стельской школы. Ремонт дорожного полотна был проведен три года назад. А вот знаки ограничения скорости установлены не были, из-за чего переходить дорогу становится опасным для жизни. Ну, очень много цемента, щебенка летит. И никаких нет знаков, которые мы запрещали в скорости. Поэтому просим, от жителей села Илова, мы просим, чтобы поставили именно знаки на этих 800 метров по дороге. По поручению главы региона в районе пешеходного перехода Уиловской школы до 15 сентября будет установлен знак ограничения максимальной скорости.